Ремонт дорожного полотна на улице Водопроводной завершен. В мэрии заверили, что одесситы могут не беспокоиться о качестве дороги на этом отрезке пути. На объекте были заменены все коммуникации и проложены новые трамвайные рельсы. В связи с окончанием ремонтных работ на Старостяной площади вернули одностороннее движение. Отмечу, перекрытая водопроводная в связи с началом второго этапа реконструкции новощепного ряда создавала километровые пробки. Тогда на помощь водителям пришли одесские транспортники, приняв решение организовать двустороннее движение от итальянского бульвара. Пробки в часе пик даже после нововведения избежать было трудно. Но, по словам водителей, такая альтернатива позволила проводить в пути меньше времени. Принималось решение о временных изменениях автомобильного движения не сразу. Одесситам пришлось мириться с обстоятельствами на протяжении нескольких дней. Открытие водопроводной без особого символизма должно было состояться 1 апреля. Но дожди внесли в планы некоторые коррективы. В мэрии пообещали, что до конца этого месяца планируется завершение работ на новощепном ряду. Сразу после его открытия перейдут к апремонту оставшегося участка дороги на Преображенской. Там заменят трамвайное полотно, дорожное покрытие, освещение и тротуары, а также обновят канализацию и водоснабжение. Напомню, реконструкция новощепного ряда началась в мае прошлого года. Работы стоимостью в 160 миллионов планировали завершить до лета 2021 года. Первый этап по плану финишировал 12 января. Всего через пару дней водитель ждал сюрприз в виде очередной пробки из-за перекрытого движения. Но обещание выполнили. С началом апреля водопроводная снова ожила. Полностью проложены все коммуникации. Это означает, что никто скрывать асфальт не будет. Покрытие. Мы надеемся, что лет 15-20 без ремонта, как обычно у нас происходит в городе, это простоит. Хотя, конечно, есть и восстановительный ремонт, который может быть раньше. Асфальт на месте, дорожная разметка тоже. Посмотрим, насколько этих обновлений хватит. Пока обе стороны от проезжей части все еще нуждаются в ремонте. Татьяна Бурумбей, Алексей Прекопенко, телеканал Репортер.